Дом в Уцкай Видимо телевизор удовлетворяет потребности аудитории, поэтому можно говорить о том, что то, что происходит на телевизоре, отражает уровень потребителей контента, который демонстрирует телевизор. Видимо так. Он беспокоит, и я, так сказать, отмечаю и просто выключаю. Ищу каналы с хорошим непошлым юмором. Этот же юмор не просто так, он же идет как в рекламе, вот я имею в виду. А за рекламу платят те, которые представляют рекламу, они платят деньги этому каналу. Не все каналы берут такую пошлую рекламу. Не беспокоят, но, наверное, люди смотрят то, что им интересно. Поэтому и предложение, спрос рождает предложение. Падение морального облика человека, наверное, в 21 веке. Надо просто приучать будущее поколение к нормальному юмору, наверное. Книжки приучать читать, классику. Дети подрастают новое поколение. Не хотелось бы, чтобы дети думали только о нижней части тела человека. Мне кажется, телевидение, они же ставят программу передач, правильно, и вставляют, в какое время начнется та или иная программа. То есть в любом случае за это должны отвечать люди, которые работают на телевидении. Я, честно говоря, что-то даже и не обращаю внимания на это. Почему? Ну, они меня не волнуют. Не то, чтобы я беспокоен, но просто неприятно, когда действительно по телевизору говорят какие-то там пошлые вещи. Причем все смеются над ними, упрощают специально. Да, вот делают такой юмор простой, чтобы не думать и просто там смеяться и все. Я не знаю, как фильмы, вот тоже какие показывают. То же самое. Пошлость вообще, как говорится, она ни к чему. У нас и так сейчас культура ниже пояса упала. Все-таки надо поднимать и культуру, и патриотизм. Может быть, хотят завоевать внимание вот этим зрителя, который раньше не был к этому приучен. Это новое, это необычное, и об этом раньше нигде была цензура везде. Раздражает. То есть люди куда-то скатились. Нет интеллекта в шутках. Я не смотрю эти каналы просто. Мне юмора на работе хватает.